Всем привет, мои любители прокачивать работяг. В общем, написал мне человек, зритель, игрок и сказал, а посмотри мою шеешеньку, пожалуйста, потому что ты разбираешься, как бустить персонажиков правильно. Я вот вроде как начал играть и очень хочу, чтобы кто-то дал мне какой-то правильный дельный совет. Я зашел, посмотрел и, в принципе, давайте сегодня на примере вот этой вот шее немножечко подразберемся в том, как правильно бустится, какие ошибки уже были допущены, каких ошибок не нужно допускать в дальнейшем. В общем, посмотрим на шеешечку, сделаем какие-то выводы. Тот человек, который мне ее дал, сразу все поймет, как ему правильно делать. Ну а те, кто, допустим, сейчас на шее, проверят себя, правильно ли они делали в свое время. В целом шее, по большому счету, очень сильно похож на всех других магов в плане буста его ДПС. Поэтому, в любом случае, очень многим ребяткам сегодняшний видосик очень даже пригодится. Давайте посмотрим сразу по шмоту. Да, то есть у нас тут есть шлем маны, который на самом деле на шее на начинающего я бы не рекомендовал, потому что шее и так и так восстанавливает себе ману очень даже бодро. Вот плюс я еще вижу ненужный практически ни для чего, значит, сет огненного рыцаря. Скорее всего, и шлем, и сет наш сегодняшний персонажик на обзоре купил просто сходу, потому что не знал, что купить. Однако, если взять просто бесплатные всякие штучки, которые даются за прохождение, значит, стартовой цепочки квестов, то там бы мы взяли МЖ-шный магический шлем и МЖ-тунику, которые бы давали практически то же самое, но не стоили бы нам несколько тысяч, а может, даже больше 10 тысяч монет. Я не помню, сколько сейчас стоит шлем маны. Вот, вижу благословенный четвертый венец героя. В принципе, для начала окей, но можно вполне себе заниматься его далее прокачкой, потому что у нас есть очень классный баф, да, Пророчество Ветра второго уровня. Он совершенно здесь доступен на шее, который нам тоже дает силу критов магических умений. Вот, и венец тоже на эту штуку работает. В общем, забил эти побольше крита магических умений, это было бы окей. То есть, если бы мы не на вот эти вот три шмотки потратили бы бабки, а на то, чтобы сделать себе венец героя, сейчас как раз хорошая акция, то было бы гораздо профитнее, как по мне. Вот, ну, значит, плащик седьмой стандартный, четвертый благнутый пояс дракона окей, пока что пойдет, он для нас супер большой какой-то роли не играет. Символ фатальности плюс пятый на две единички мудрости, это, конечно, хорошо и классно, но, скажем так, опять же, начинающему игроку, у которого некоторых базовых вещей нет, я бы не советовал. Можно было бы взять символ величия на плюс две единички мудрости, и, в принципе, особо ничего бы не изменилось, а символ фатальности, он, конечно, подороже. Палочка у нас пятая полученная по квестам и заточенная, да, обратите внимание, она плюс пятая, то есть для нее использовали благнутый свиток заточки. Вот, значит, камушки, ну, седьмой всего лишь исашник, ну, окей, ладно, на скорость магии не так уж, ой, то есть шанс крита так магу менее плюс девять процентов, ну, ладно, пойдет, пока что крита нам нужно разогнать до капа, 50%, начинающий персонаж не имеет много возможностей так сделать, и скорость магии еще плюс шестнадцать процентов, стоим через дванюка, что, в принципе, довольно логично. На этом аккаунте не выкачаны твинки, их обязательно нужно выкачать, потому что это реальный шанс сделать плюс третью уже себе подвесочку, а не плюс вторую, и это будет вкуснота, вот, ну, бежа плюс-минус у нас стандартно, окей, пойдет. Камушки четвертый, ладно, пойдет для сельской местности пока что, вот. Благословенно четвертый талисман Адена это фигня, ходи, брат, на кебера, добывайте талисманы Адена, но пока восьмого благнутого у тебя не будет, можешь оттуда просто не вылезать. Значит, талисман скорости, пятый благнутый, окей, значит, четвертый талисман властителя, ходи обязательно в сады властителя, значит, четвертый благословенно талисман Евы, ладно, потерпит, короче, нужно обязательно ходить в сады властителя, каждую неделю забирать оттуда талисманы, и по возможности я бы еще по настроению ходил бы также за скоростью и за талисманом Евы. Бенир здесь, значит, трагически мало заточен, потому что если посмотреть на характеристики персонажа, мудрость у него 49, и нам нужно 50 мудрости, чтобы у нас был откат магических умений, это основополагающая фигня чуть ли не для каждого мага, поэтому обязательно нужно будет догнать Бенир, тем более, что вот буквально уже на плюс 10 он начнет давать ту самую единичку мудрости, которая нам очень сильно нужна. Вот, то есть буквально один осколочек здесь может очень сильно увеличить, но понятное дело, что он может обратно стать шестым, вот, и если он уже десятый, ну, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, ну, до десятого, короче, точно нужно загнать в идеале, типа, ну, не в идеале, но хорошо бы 18+, типа, потому что относительно нетрудно это сделать. Вот, ну, хотя бы десятый, типа, потому что единичка мудрости очень нужная штука. Вот, по агатионам далее смотрим, в принципе, в принципе, в принципе, окей, даже вот упорчик сделан на небулу, именно она седьмая, значит, куколки какие-никакие позабирал, видно, человек себе либо с коробочек нападал, либо откуда-то еще. Вот, по шмоту, в общем, все ровно, косяки я озвучил, и их нужно будет поправить. Даже вот в татуировках уже все сделано, да, то есть мудрость плюс четыре, мудрость плюс три, мудрость плюс четыре, ну, короче, либо бенирчик загнать, либо здесь единичку мудрости еще сделать, потому что сорок девять это не варик. Я так понимаю, был какой-то специфичный баф, который давал еще единичку мудрости, поэтому другие варианты не использованы на это дело. Но нужно сделать обязательно мудрость. Вот, по коллекциям я посмотрел, тут вообще конкретно голяк не сделано ни хрена. Вот, коллекции на этого персонажа я бы загонял, ну, силу умений хорошо в процентах, силу критов умений, если в процентах ты там найдешь, ну, хрен его знает. Значит, на скорость магии, 50 каста можно точно сделать, 50 единичек скорости магии. На силу магии нужно будет побольше сделать. В принципе, для начала по коллекциям этого будет вполне себе достаточно. Человек какой-то гудит, дурак совсем. Кто ж так гудит? Вот, здесь в целом все понятно. Ну, я думаю, он возьмет типа 85-й, по большому счету, и уже будет лишний единичек, который можно будет в мудрость вогнать. Ну, короче, тут вариантов много с этой мудростью разобраться. Здесь, в принципе, все окей. Так, и что-то я хотел еще у этого персонажа посмотреть, но я прям... А, скиллы, скиллы, давайте смотреть скиллы. Скорее всего, персонаж начинал где-то примерно чуть больше месяца назад и забирал себе 1-звездную, 3-звездную, 2-звездную книгу. Да, проучен у нас темный луч, проучен у нас высвобождение используется по откату силы, шелен у нас проучено, и да, вот она в бафчиках у нас вполне себе используется. Вот, в доступных умениях давайте посмотрим, что здесь есть. Прикольное. Так, заключение пофиг, отмщение пофиг, немезис пофиг, значит, шансы усыпления, шансы удержания, это мне тоже насрать на это дело. Вот, можно темную волну изучить. Она пока что не выучена, не выучена просто так, темная волна делает ваш обычный нюк, нюком, который бьет по площади, но таким образом вас могут расфлагать. Я бы на своего персонажа делал, по большому счету, потому что я могу его контролить так или иначе. Вот, если много ВФК времени проводится, то, наверное, лучше не мутить, потому что кто-то флагнутый пробегает мимо вас, вы его случайно задеваете, вы становитесь флагнутым, кто-то другой задевает уже вас, в итоге все это заканчивается большим таким кладбищем персонажей, что, конечно же, не очень хорошо. Что за двойной значок кланов? А, это просто два персонажа ставят. Окей. Вот. В общем, грамотный, хороший, многообещающий шее, текущие косячки подправить и дальнейший курс для нас. Ну, то есть, делаем 50 мудрости, немножечко решаем с исашниками, потому что скорость магии нам не особо понадобится, мы будем бить только темным лучом. Третий исашник сюда вставляем, значит, первый меняем, второй можно сделать на уровень побольше. Шестотушками порешаем, вот, дальше можно спокойнейше упороваться в венец, в коллекции, может быть, поглядывать потихонечку на эпики, потому что сюда даже второго уровня подойдут, а они довольно-таки дешевые. Все, на этом все. Огромное спасибо за предоставленную персонажу и возможность сделать по нему небольшой гайд, и на примере этой шее дать какую-то пищу для размышлений для играющих пацанов, которые смотрят мой канал. На этом мы заканчиваем, совсем скоро увидимся в следующих роликах, и всем пока.